там был еще один шкаф опа опа наташка и снова привет рада видеть тебя на моем канале только play я наташа мы сегодня продолжаем с вами играть в детективную кошачью историю ищем пропавшего боксера ищем кто убил владельца клуба выдали случайный секрет женщины которая мутила с бывшим владельцем клуба наверное это чем-то хорошим не кончится я не знаю что нам делать дальше потому что расследование немножечко вошло в тупик вот поэтому давайте с вами будем думать куда мы можем пойти и что мы можем с вами поделать возможно мы где-то что-то с вами упускаем так туда не могу пойти давайте пойдем козло сходим потому что что-то мы там общались с вами общались и что-то недообщались может быть не стоит позвонить в полицию пообщаться с ними там вот это вот что-то узнать а мы не умеем обыстрять ход а козел проснулся не козел все еще спит ля ты сверлишь дедукции у меня нету да нет у меня дедукции братан дедукции у нас нету она показывает нам если она есть ладно хорошо у меня больше не осталось вариантов как позвонить сейчас по номеру телефона пообщаться с полицией спросить всякие там моментики и что-то попытаться выяснить потому что очевидно что пока что у нас нет зацепок то что мы знали мы этой бабе рассказали заказчица а дальше непонятно что делать поэтому давайте наберем трубочку комиссар полиции смирнов комиссар полиции смирнов не желаете ли встретиться обсудить вы что-нибудь слышали о смерти джодана тренера по боксу да это я вы меня узнали как жизнь шеф да он собирался жениться на уборщицы из клуба да ладно тебе сделал дату ее рождения кодом сейфа он даже кольцо и подарил самоубийцы такие восторженные вы же знаете да почему спасибо во я же говорю надо было позвонить синк и баут дедукция дедукция видишь не все плохо в моем мозге все таки думалка то еще работает я ж не боксер которому случайно отбили опа полицай полицай ай цвай полицай не работает автомат в жизни многое происходит не в попадках в плохой песне все ноты на месте но звучат фальшиво и никак не складываются в подобие мелодии о это комиссар полиции идет он не что-то там несет и все же есть способы связать их и добиться гармонии для какой комиссар прям реально комиссар рэкс приветик я такой побитый немножко потасканный код привет и что ты мне принес пёс я всегда такой всегда так я уже привык вы не один такой да я измотан и умираю с голоду только что вернулся с ежегодного медосмотра ай чё мне пришлось не только попаститься они заставили меня выпить два огромных стакана воды откройте как вы да я всегда в норме в норме как всегда типа в этом с нами мужчинами и проблема в общем я и рад бы помочь вам в этом деле но не могу да ладно я сам справлюсь я на службе у штата нью-йорк да пожалуйста у меня информация я не вправе делиться есть частным детективом даже если бы она лежала прямо на этом столе закажите себе что-нибудь вы вроде умираете с голоду почему бы вам не пойти к стойке и не заказать что-нибудь да согласен отличные фига не придумали прошу прощения типа такой случайно оставил ну-ка дай-ка это судебная экспертиза судя по всему опа отчет патолога на тома предварительный дело медицинская бригада b3 покойник джозеф риза ричард дан пол мужской сменоположения вдовец рысь окрас темно-бурый на шее удовки 47 лет 74 килограмма возраст так хорошо время дата смерти какого-то там года хорошо причина смерти механическая асфиксия удушение свит смерти самоубийство я не думаю результаты наружного осмотра механическая асфиксия обусловлена с давлением шеи петли по всей окружающей наблюдать четыре кольцевых отметки оставленные упомянутой петлей да это эспандер стоп рот мне не надо быть судмедэкспертом что понять что это эспандер на костяшках правой руки заметны ссадины следа отеков и рано вследствие недавней травмы на видимо он сражался перед смертью интересно хорошо результаты осмотра внутренних органов осмотр не проводился поскольку результаты наружного осмотра оказались достаточно информативными я тут подумал что лучше пойдем дома это полезно что ж спасибо спасибо если честно джон раньше у меня было прекрасное зрение не то что теперь ну старость не радость прошу подел обещайте что не станете вершить правосудие своими руками мне бы хотелось думать что самосуд это не наш путь ладно даю слово я буду сотрудничать с полицией а потом если сделаю через жопу и потеряю доверие держите меня в курсе хорошо да хорошо но вы же полицейский если что вы там будете делать можете на это рассчитывать но лучше быть в контактах с полицией хотя с другой стороны не могут быть на стороне врагов но он вроде бы мой друг и пищу для размышлений теперь я могу подумать если такой старый пёс скалит зубы кого-то точно укусит и по сути наверное укусит и меня значит у меня есть две улики для дедукции давайте устроим себе настоящую дедукцию у данной нашей четыре следа от веревки вес данный 74 рост 169 когда дан умер костяшки на его руке были разбиты выброшенные испанцы давайте вот так следы от веревки и выброшенный испандер так меня мучат сомнения насчет самоубийства неправильно да может быть он выбросил пачку краски может он ударил и видимо разозлился дан ударил по банке а может вот так меня мучат сомнения насчет самоубийства данная потому что его вес такой вот он не дотягивался да она убили все дан был недостаточно высок чтобы повеситься на веревке ему помогли а я тебе сразу сказала улик достаточно для дедукции новой дедукции серьезно я намного выше данных но едва дотягиваясь за петли дан просто не мог повеситься ему помогли без помощи как минимум вот-вот а я тебе так и сказала сразу еще как только вся эта херня началась я сразу сказал что это убийство у нас есть с вами еще немножечко для дедукции давайте устроим дальше дедукцию вот так вот выброшенный испандер не знаю был ли у тебя мотива но это не веревка была это этот был испандер испандер орудие убийцы задана заданы задушили эспандером лишь я права так чё позвоним комиссару скажем что его задушили я узнал только вопрос кто и нахера двойка позвоним комиссару рексу можно я буду его назвать коммерсар рекс ваш не против жена носорога они звонить ладно я не буду звонить жене носорога он мне вроде бы как помог пойдемте к миссис киски тогда сходим скажем ей что вашего отца убили я раскрыл дело только я пока что не знаю кто этот хер но я обязательно узнаю пока что моя компетенция на этом все возможно она заказала убийство кто знает что вам известно о джеке что вы можете рассказать о джеке я думала вы друзья видимо ошибалась они с отцом были очень дружны так что даже не начинайте у вас хорошие отношения с бобби елем у вас хорошие отношения с бобби елем соня дан против бобби еля почему а можно не игнорировать мои вопросы ладно не забивай голову плевать бы я на него хотела если бы не дурацкий клуб который должен был спасти вот дурацкий бой ясно а шо насчет уборщицы мэри что скажете об уборщицы мэри ничего не скажу мы едва знакомы а я не из тех кто делает поспешные будет интересное в документах нет на поиске требуется время уверена вы это знаете короче нихера на мне не говорить ладно заешь спасибо пойду попробую поговорить с гориллой спрошу у него чё он думает по поводу компетенция вот блин тупо что я не уломала ее на интервью и тушь рысь шмаромысь вот поэтому как-то так так братан давай-ка поболтаем с тобой джодан джо или джоуи джодан или джоуи да что никто не звал его джоуи ну разве что жена хотя после смерти она его вообще никак не называла все за шутки такие дурацкие пистолет сейф ты знаешь что делать джодан хранил в сейфе пистолет да нифига он ненавидел огнестрел хотя о когда бобби ель был подростком он много всякой ерунды творил даже забросил клуб вступил в банду но ничего серьезного как-то утром он вломился в клуб джо был уже здесь и застукал его бобби ткнул в дано пушкой и велел открыть сейф ну джо открыл а потом попросил бобби положить туда пушку уйти из банды и вернуться в бокс я пришел минут через пять и увидел как бобби рыдает на плече у джо а потом он просто встал и надел перчатки хорошо спасибо что мне это дает я не знаю что мне это дает очевидно расследование подходит к тупику надо бы поехать наверное к этой к тёлке сказать что вообще-то джоуи так называла его жена какие у вас были отношения вот это вот все типа давайте пойдемте к ней сходим ну а какие еще могут быть варианты вниз придется туда сюда туда сюда немножечко бэктрекинга на сегодня кстати не забывайте поддержать видео лайка мне будет очень приятно если вы это сделаете потому что каждый ваш лайк повышает настроение я буду чаще улыбаться и лучше будут ролики сниматься но в плане типа настроение будет хорошее снимать ролики поэтому подержите чего чего там значит мы снова с вами здесь можно блин она пытается я ее пропущу а то она в меня втыкается не красивая косичка подвязочки какие-то или это чокер на ногу но извините я иду первый он там меня ждет моя подружка привет кокетка я знаю вы что-то скрываете вы страдаете сильнее я знаю а джоу типа я знаю а джоу и дани знаете вы единственная женщина которая называла дана джоу и кроме его покойной жены ну давай давай расскажи ну пойдем куда-нибудь выйдем моя смена заканчивается через 10 минут подождете подожду вот так вот развел на изи сейчас мы узнаем все ее темные секретики что оказывается она пила с ним винишка на крыше она нам сказала что не знает ни хера все как всегда вот главное наврать а чё врать скажи сразу правду ну что это такое это я чё в часовую лавку пришел а я просто не смотрю фу столько часов кошмар какой-то ангел стареющего джодана на встречались почти два года все началось два года утром по будням я убираю клуб перед сменой закусочной так джоу и всегда приходил рано чуть позже не и пока он был позже чем ты вы это самое да об дышь об дышь делали что это лучшее время для самых неприятных дел я его понимаю так вы делали уборку он помогал вам с уборкой не бедный джоу я бы ему никогда не позволила он и так столько всего делал даже сам убирал когда я брала выходной он терпеть не мог работать с бумагами ну уж такой он был вместо того чтобы откладывать неприятные вещи он делал их как можно раньше однажды он застал меня в слезах у меня был трудный день и он попытался подбодрить вас он попытался вас развеселить он указал на кофеварку вам не помешает чашечка кофе и свежий воздух это была первая из множества чашек выпитых на крыше и дан соблазнил вас где дан вас и соблазнил это слишком сильное слово мистер блэксет а кто возможно вы слишком молоды чтобы это понять но настоящая любовь имеет мало общего с соблазнением однажды мы осознали что кофе на крыше лучшая часть нашего но никому об этом не рассказывали зачем делать из этого тайна чему вы скрывали отношения из-за сон они с джоу и отдалились друг от друга после смерти и мыть он боялся что наши отношения все лучше но однажды стоя на крыше мы поняли насколько важны для нас эти отношения и мы решили продлить этот момент на всю жизнь он сделал вам предложение и он позвал вас замуж да и он подарил мне кольцо и мы решили все всем рассказать он сказал что насчет вас вы хотели рассказать соня вероятно вы уже заметили что я немного простужен мне пора дамы пожалуй вам стоит прикрыть горло мы я недавно потеряла шар не знаю опа шарф потеряла решу меня извинить мой автобус шарф было приятно пообщаться не но если она потеряла шарф блин а прикинь если она его убила чтобы получить собственно и ну хотя с другой стороны она пришла же в этот хрен его знает короче шарф она значит потеряла мэри простужена пойдемте искать шарф а где же она могла его потерять вот это тебе детектив там осел не проснулся все еще спит ладно его пока не буду будить давайте попробуем найти с вами шарф может она его где-то потеряла рядом с работой или вот это ее шарф нет теперь блин каждую тряпку будем с тобой искать на крыше наверно на его потеряла на крыше я думаю он лежит 100 проц на крыше лежит шарф а знаешь почему она его потерял на крышу потому что они трахались я пришла в закусочную по идее и здесь нету это тот самый который мне чуть не сбил ой какой-то грубый привет привет что же ты прости но у нас закончились бабские блюда твой отец и братья все слопали ну есть что сказать своему котенок я просто хочу угостить друга чизбургером какой он агрессивный у меня чизбургер для дружочка будет ну видишь мы вернулись туда я думала просто может быть я найду шарф мне кажется у осла у этого есть шарф добрый самаритянин и честно говоря я надеялся получить что-нибудь в благодарность за первый гамбургер но он тебе дал информацию в смысле теперь я даже не знаю зачем я это принес поддержать сказали бы что я это сделал ради себя да не он сейчас что-то даст ну и что и а где подожди а где мне искать этот саный шарф или мне позвонить опять комиссару городу но может быть позвонить жене носорога сказать ваш носорог наставил вам рук угадай куда что выберешь блин меня беспокоит то что я не могу с вот этой мусоркой никак взаимодействовать хорошо сейчас пойдем тогда попробуем позвонить либо попробуем поговорить с этой сони сраной что-то сони мне перестал нравится так все не звоним тогда пошли поговорим с соней я еще один шкаф пропустила серьезно там был еще один шкаф опа 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 наташка назови хоть одну причину по которой я не должен тебе мазать какого хрена ты забыл у меня в шкафчике я же детектив я же детектив работа у меня такая да а еще ты мой друг по крайней мере я так считал убери руки иногда тебе так и тянет врезать джек зол а можно я еще открою улик достаточно ли дедукция он походу в этой тоже в банде стоит значит смотри для дедукции у нас есть бык который работал на олире и есть вот эти джек сбесился когда я обыскиваю шкафчик есть российская надпись дэн задушила спандером да наверное ударил кулаком уикли джек сбесился эй я же думаю у меня дедукция вот видишь джек сбесился откуда у тебя это булавка джек во что ты вляп в ирландскую мафию джек не скажет что работает на олире позвонить олире хочешь поговорим с тобой мне кажется у меня ударит чёс так джек я же сказал десмонт я знаю что то не что за ерунду ты несешь чего ты взял я видел булавку с клевером в том что я видел в твоем шкафчике булавку с клевером я знаю что она означает ладно предположим ты а чё ты юлишь теперь что ты будешь делать да просто расскажи мне правду ничего ты же мой друг мы друзья поэтому ничего но я прошу рассказать мне правду ладно пожалуй стоило тебе рассказать с деньгами сейчас не очень последний раз мне хорошо платили за охрану натальи а это было давно и тут вдруг появляется у лири и предлагает мне работу телохранителя и что было делать я тебя понимаю да я тебя понимаю серьезно ты вроде не из тех кто берется за сомнительные дела и тоже приходилось заниматься грязной работой делал нечто подобное и даже хуже я не осуждаю не горжусь например сегодня утром слушай о лире может и занимается подпольными азартными играми но людей не убивает и вдов не разоряет а я я просто телохранитель слежу за тем чтобы никто не пострадал все что я делаю законно на сто процентов у меня есть договор и мне выписывают чай да ладно ладно чудо так да все хорошо не поспоришь ты прав то что он проворачивает незаконные сделки не делает тебя ты же просто работаешь им только за собственные действия на беспокоит не это ты скрываешь причастность о лире к смерти джо я знаю что ты пытаешься скрыть причастность о лире к смерти джо дана что о лире ну то есть вряд ли джейк прошу тебя ладно похоже нет смысла это скрывать четко развели гориллу я был здесь когда умер до продолжай я должен был кое-что сделать по поручению о лире он велит носить булавку с клевером когда я работаю на него ты видел я оставил чертову побрякушку в шкафчике да и угадаю ты вошел через заднюю дверь откуда ты ну да так и было джо говорил что придет вечером что-то покрасить но я забыл н дан покрасил стену клуба когда умер так что я вошел и замер когда увидел его на лесах а он стоял и крыл бобби еле на все лады а шо он говорил и что же именно он говорил ну что-то вроде если ты это сделаешь я отменю бой и прослежу чтобы ноги твоей больше не было в этом зале я не хотел чтобы они меня заметили и улизнул джейк почему ты сразу не сказал ну да нахер было ты взбесишься но ты ошибся я же детектив ёпта надо было тебе рассказать вот так говнюк за тобой должок ладно все ошибаются не переживай мы все совершаем ошибки мне пора надо обдумать все что ты мне рассказал спасибо так у меня так получается новые методы дедукции сейчас будут сколько две штуки аж прикинь давай подумаем вот так вот значит чё по дедукции поехали дедуктивные методы а может дан хотел отменить бой и поэтому его задушили эспандером логистика неужели я любил дано просто потому что тот хотел отменить бой да я не думаю и краска разлилась но кстати звучит логично но это еще не все я всегда знала что с бобби не все в порядке мы подумать не могла что он способен на такое ну рановато пока для вердикта я ни в чем не уверен в моем деле лучше не спешить с выводами но эспандер коробка в шкафчике отметим и наши отца все указывает данного тоже могут подставить за юж его вот это жопа нифига нормального киски попка это ничего не меняет еще как меняет теперь мы знаем что это не самоубийство отец все так же мертв а бобби еле вы так и не нашли ничего не изменилось ой да ладно тебе я работаю над этим ты повстная сучка вскрыли сейф и наше отцовское завещание ничего нам не дает это где-то вредная время не ждет противная фу какая противная киска фу такой быть о меня не перестает удивлять равнодушие сони а еще интересно почему она настроена против ели джон блэксет кто-то кажется я должен извиниться о сена приехала который от которые меня избили пацаны извинение принято извинение принято но за что вы извинялись мне кажется мои сотрудники не проявили к вам должного уважения мне очень жаль что ребята помяли ваш костюм видите ли они не знали что у нас общая цель какая бобби ель я хочу найти его и узнать что же произошло так же как и вы прошу составьте мне компанию почему бы не поделиться сведения ну же ну поехали хорошо надеюсь вы не против если я сяду в такой шикарный автомобиль в мятом костюме мне кажется вы выглядите вполне прилично мистер блэксет другое дело если эти складки заразны предстоят таки да не с пистолетами играть наверняка ой 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 да я ж сажусь чё вы так все меня это я пытаюсь с вами дружить а вы но я ему буду хитрить я не буду ему всю информацию все таки зачем вы сели в машину алилипа собственно а то есть меня могли туда запихнуть видишь но мы же детектив мы должны искать компромиссы это же наша цель это наша работа забота все дела ну давай ой у тебя тоже козел за рулем спасибо блэксет вы не пожалеете да ладно давайте сразу к делу мне нужно чтобы бобби ель дрался со стоуном на кону слишком много денег поэтому я предлагаю вам свою помощь в поисках ели да что ты какая помощь вам нужно какая помощь вам нужно просто обмен информацией вы хороший детектив а я скажем у меня есть свои способы заставить людей говорить ну окей по рукам ладно будем сотрудничать посотрудничаем убедить вас будет сложнее ведь вы стремитесь к позиции морального превосходства да пофиг выслушайте скажем я ставлю пинту пиво на то что мы за три дня найдем ели а вы что не найдем через три дня один из нас покупает другому пиво что в этом плохого просто двое взрослых мужчин добровольно и за свой собственный счет заключают маленькую частную сделку и самое важное совершенно никто не пострадает да я занимаюсь игорным бизнесом что в этом плохого это незаконно просто для начала это незаконно незаконно я вам расскажу что должно быть незаконно то как наше правительство разрушает америку мы живем в хера у них там глаза красные смотрю бука розовая всегда может заработать себе на хлеб если не причиняет мы не коммунист по крайней мере я никогда в этом не сомневался я оставлю свои мысли при себе при всем уважении я считаю это не ваше дело ладно ладно не важно в любом случае я не об этом правительство попирает ценности нашей нации принимая коммунистические законы которые запрещают честному человеку вроде меня зарабатывать на жизнь и вот это мистер black set по настоящему плохо я бы даже сказал не конституционно теперь понимаете меня бедный ну с вами не поспоришь да понимаю я в этом не сомневался когда правительство принимает такие законы я такой странный код такой странный детектив борьбы с этим то самое средство которое сделала америку великой гражданское неповиновение так что как истинный гордый американец я просто должен не повиноваться ой какие речи да но в таком неповиновении нет места вашим способом способом я вижу к чему вы клоните но это осталось прошлое я не всегда был у руля вы же понимаете совсем не отца я начинал самых низов когда всем заправлял счастливчик блицем просто бездарь он опирался на страх вымогательство насилие все в таком мерзком духе когда же наверху оказался я то сразу решил что люди будут слушать у меня не страх а из благодарность я решил помогать людям чтобы они помогали мне звучит но мне очень помогло когда ваши головорезы меня избили спасибо нет 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 эти дурале и даже не подозревали что вы детектив и что вы на нашей стороне и что мне будет за это но они прекрасно знали кто я такой когда связали меня и начали дубасить неужели такого я не одобряю кто это был только бык это был уилсон вот ублюдок не беспокойтесь я с ним потолкую такое поведение недопустимо прошу примите мои извинения мистер как я уже нажалился такой а меня вот это вот побила меня так больно это касается и деловых партнеров например полиции или скажем частных детективов не буду отрицать в моем деле не обойтись совсем без насилия вымогательства и несчастных случаев но я предпочитаю чтобы это касалось моих врагов а вы мне не враг и похоже приехали куда ты меня привез в домик который мы до этого были или что дополняли говорю уже я на вашей стороне ступайте осмотрите там все а я подожду внизу ладно можете поделиться своими находками как мы и договорились или нет решать вам мистер блэксер я естественно вознагражу ваши усилия вилсон иди-ка сюда ладно но чё-то как-то типа когда сами да не додумали что собственно делать решили доверить все мне что ж тогда предлагаю на этой нотке на сегодня закончить пишите как вам серия подписывайтесь на канальчик поддерживайте видео лайком а мы с вами увидимся следующей серии вот поэтому чё пока